Друзья мои, вопрос очень важный, кому поклонялся этот апостол? Он чуть было не упал в многобожие, не впал в многобожие. 19 глава книги Откровений, здесь говорится, с 9 стиха прочту я. «И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись». Друзья, вот что говорит нормальный ангел, у которого все хорошо с Богом в отношениях. Не падший, а Божий ангел. Никогда никто из ангелов не примет поклонение себе. Никогда он не примет. А ты скажешь, как же так, как ты мог, апостол Иоанн, как ты мог, ты, написавший Евангелие, ты, видевший Иисуса, ты, живший с Иисусом, ты, слышавший его все проповеди, как ты мог вообще поступить таким образом? Давайте не будем спешить осуждать апостола, а посмотрим в свое сердце. Нас подстерегает часто соблазн многобожий также. Нас часто подстерегает соблазн этот. И многие из нас также молились ангелам. Я лично молился ангелу-хранителю. В любом молитвослове есть, печатаются ангелы, тексты ангелу-хранителю, Михаилу-архангелу, Гавриилу, Талле. Друзья мои, и поэтому не будем спешить осуждать апостола, который совершил этот акт поклонения. Но, друзья мои, ангел остановил его и говорит, что сказал ангел? Богу поклонись. Богу поклоняйся, друг. И вот ты скажешь, урок, уж, наверное, такой урок, надо было выучить на всю жизнь. Это уж урок на всю жизнь. Но, опять-таки, нам свойственно ошибаться людям. Нам свойственно ошибаться. И мы люди все несовершенны, друзья мои. И вот Иоанн в том числе, он так же, как человек, был несовершеннодалеко. И вот он так же вторично упал. Даже после такого предостережения. Читаем 21 главу. А, прошу прощения, 22, последняя глава, завершающая. 22 глава. Восьмой стих. Не надо. 22 глава. Восьмой стих. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться. Слово «ему» у нас курсивом в русской Библии. У вас так же, да? Почему? Потому что в оригинале его нет. Дело в том, что можно предположить, что не самому ангелу, уже наученный прежним негативным опытом, не самому ангелу, видимо, он хотел поклониться уже. А, видимо, в лице ангела он хотел поклониться самому Господу. Потому что были слова Господа, были сказаны. Но даже такое поклонение было неугодно Богу. И слава Богу за вразумление. Я думаю, ни одного Иоанна здесь вразумляет Господь через своего ангела. Ни одного Иоанна. А и всех нас, христиан. Но Он сказал мне, в 9 стихе сказано опять-таки. Но Он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Аминь. Опять-таки, вот что говорит настоящий Божий ангел. Богу поклонись. Если мы соблюдаем слова книги сей, то ангелы эти великие, просто грандиозные, сильные. Они служат нам, людям, простым смертным людям. Они служат нам, они сослужители, друзья мои. Аминь. И до 96-го года включительно я молился ангелам. Я молился ангелам в этом. Я не видел раньше никакого абсолютно криминала. Не видел никакого вообще греха. И я считал, наоборот, это благочестиво и угодно Богу. Потому что, ну почему? Потому что все молились вокруг. Потому что в моей динаминации это было названо хорошо. Но то, что даже миллионы людей признают хорошим, не обязательно хорошее от этого становится хорошим. Друзья мои, на самом деле вернейшее пророческое слово, оно всегда одно, единственное. Это сам Господь, Его слово. Оно сказано раз и на века. И я думаю, что на самом деле ведь Господь не будет менять свое мнение даже в угоду миллионам людей, согласившимся верить именно таким-то образом. Если Господь Иисус Христос сказал, что Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня, то я думаю, что Иисус здесь именно это и имел в виду. Да, можно искать второй смысл, можно искать аллегорию. Да, есть другие толкования разные, но есть и прямой смысл этих слов. Самый непосредственно прямой смысл этих слов. Друзья мои, и сегодня, и здесь, в Костроме, и по всей России, Матушке, миллионы людей, читая в молитвенниках, молитвы ангелам, они молятся им, не подозревая, что если бы им ангел настоящий явился, он сказал бы, никогда бы не поклоняйся мне, а только Богу поклоняйся. Не проси Меня о помощи, кто я такой, я лишь почтальон, я лишь приношу эти ответы божественные, может быть, но автор, вот он. Это было бы смешно, если бы ты благодарил бы каждый раз за письмо почтальона. Причем если я тебе не пишу, друг, я лишь исполнитель своей рабы, лишь доставляя почту тебе, бандероль или заказное письмо, но ты отвечай не мне, а автору, поговори с ним. Было бы обидно автору, если он тебе писал бы много писем и без ответа, а ты говоришь, нет, я отвечаю кому? Я разговариваю с почтальоном, я ему говорю, спасибо, друг, я каждый раз ему жму руку и говорю, спасибо, друг, ты опять мне сделал приятный сюрприз, ты опять мне доставил бандероль. А вот тот сказал бы, нет, друг, ты поговори с автором, я причем, я лишь доставляю это все, я лишь служитель, моя работа такая. И работа ангелов, она очень ответственна, конечно, и слава Богу за то, что они верны Богу, за то, что они исполняют свою работу очень хорошо даже, на высшем уровне. Но, друзья мои, но наше человеческое обращение должно быть не к ангелам. Самое, ну, как бы есть опасное, конечно, уже, но грань, определенная грань есть в церквях, мы можем лишь, как бы, ну, в лучшем случае поприветствовать ангелов, в лучшем случае. Но это, как бы, уже, да, это уже опасная грань, я считаю, очень опасная грань. Есть даже вот в иудаизме есть такая молитва, да, вот, шалом алейхем, алахейном шалом. Вот это, вот, обращение к ангелам, да, когда обращаются к ангелам и приветствуют их просто, и не молятся им, да, а обращаются к ним, как бы, ну, как с приветствием, мол, привет, мол, ангелы, мы с вами, а вы с нами. Вот, но не больше, это, как бы, это грань уже, грань, самое, лезвие бритвы. Но если дальше переступаешь эту грань, то уже скатываешься в пропасть многобожия. Очень опасно, очень опасное состояние. Друзья мои, как помочь сегодня нашим соотечественникам, многим, очень и многим душам из этих пут опасных многобожия освободиться? Во-первых, освободись сам, во-первых, сам, стоя в истине евангельской, обращаясь к Богу смело, напрямую, не стесняйся, не пасуй, не говори, что я такой недостойный, грешный. Да, ты грешный, недостойный, но за тебя умер Христос, чтобы ты лично мог обратиться к Небесному Отцу. За тебя умер сам Господь, Он свою кровь пролил не понарошку, по-настоящему. И поэтому у тебя реальное Царство Божье открыто уже сейчас. И поэтому ты такой, какой ты есть сейчас, имеешь полное моральное право обратиться к Богу непосредственно. Непосредственно. И, друзья мои, конечно же, это нужно через покаяние. Если в жизни кого-то из присутствующих или наших зрителей не было покаяния, обращения к Богу первого, самого важного, не откладывая в долгий ящик, сделайте этот шаг. Сделайте этот шаг. Можно это сделать сейчас здесь, можно это сделать дома, можно это сделать просто уединившись. Но самое главное, не забудьте сказать Ему, прости меня, пожалуйста, мой Небесный Отец, я возвращаюсь к Тебе. Я твоя дочь, или я твой сын, я возвращаюсь к Тебе. В еврейском языке очень интересно само слово покаяние, оно буквально звучит как возвращение. Возвращение. Красиво, да? Друзья мои, вот на самом деле человек, любой верующий человек, который пережил духовное возрождение, это может подтвердить. Когда мы, большинство сидящих, я думаю, уже пережили встречу с Богом в своей жизни. Большинство присутствующих здесь пережили духовное свое возрождение. И вы понимаете то, о чем я говорю. Но те, кто может не понимает немного, я скажу, испробуйте это сами. Еще Хаджан Средин говорил, помните, да, в сказке своей, сколько ни говори, халва-халва, а во рту сладко не станет. И в Библии поэтому сказано, вкусите, как благ Господь, блажен человек, уповающий на Него. Аминь. Нужно самому лично попробовать. Так вот, и я поделюсь своим опытом, и я сошлюсь на опыт присутствующих здесь, большинства здесь людей. Наше покаяние, это есть возвращение. Когда лично я обращался к Богу в первый раз в своей жизни, у меня не было понимания такого, что я что-то новое такое, недоселье, невиданное я приобретаю. У меня было нормальное отношение, такое понимание, что я возвращаюсь домой. Вот теперь-то я начинаю по-настоящему жить. И у меня возникло такое в сердце, где я был раньше. Вообще, вот раньше, вот это было неправильно в моей жизни. Вот вообще, у кого-то это страшный сон, у кого-то хороший сон, но все равно сон. Но, а вот когда вот обратился к Богу, вот начал по-настоящему жить. Это настоящая жизнь. Не понарошку, не виртуальная какая-то жизнь, а реальная жизнь. Вот мы вырвались из дьявольской матрицы, да, этой? Вырвались из этих коконов. Только там в фильме, там матрица, там, это были ужасы вокруг этих людей. А по-настоящему, а вырвавшись из вот этих дьявольских матриц, мы вырываемся в настоящий Бог и Святой, слава Иисусу. И поэтому у каждого человека, приходящего к Богу, у него первое, что возникает чувство и понимание такое, что вот теперь наступило в моей жизни настоящее. Вот теперь я начинаю жить. И так бывает с теми, кто в 14 лет обращается к Богу, и в 40 лет, и в 80 лет, и все жалеют. Он говорит, если бы я раньше знала или знал бы Бога, если бы я раньше знал, у всех, независимо от возраста, независимо от положения социального, от образования, у всех возникает то же самое чувство. И о чем это говорит? Что наше покаяние, это есть возвращение. Возвращение домой. Как будто мы ходили до того на головах, а потом перевернулись в нормальное положение. И ходим как нужно. Слава Иисусу, друзья. И, возлюбленные, как помочь очень многим, миллионам даже людей в нашей стране и в других странах вернуться на путь Божий, на путь евангельский. Это трудно, но возможно. Нужна большая работа, конечно, разъяснительная среди населения. Очень большая работа. Это обязанность каждого верующего. По мере сил, конечно же, по мере сил, но нам необходимо доносить вот эту евангельскую правду, евангельскую истину. В Евангелии от Иоанна 8, 32 сказано было Иисусом следующее. Восьмая глава, 32 стих. Сказано следующее Иисусом. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Друзья, обрадовало ли это заявление Иисуса и его учеников? Если мы читаем Евангелие дальше, мы видим, что не обрадовало. Большинство из учеников Иисуса расстроились, большинство из учеников Иисуса даже настолько сильно обиделись на Иисуса, что после этого заявления они ушли и притом громко хлопнув дверью. Помните, да? Некоторые из учеников Иисуса, услышав эти слова, они стали говорить учителю, мы не были рабами никому никогда. Рабы не мы, мы не рабы. О чем ты говоришь, учитель? Мы свободные граждане. Это такая глупость вообще. Как будто бы они Библию не читали вообще. Как будто бы они не знали, что их отцы были в страшном плене. И если бы не Господь Бог, до сих пор бы гнили бы, или вообще бы просто были бы уничтожены. Как будто бы они знали ничего, как будто они вообще только родились. Как будто бы они не знали того, что налоги-то они платят кому? Не только своим, а еще и римским захватчикам всевозможным. Как будто бы они не понимали этих вещей элементарных. Как будто бы они не знали, что человек, совершающий грех, и многократно его совершающий, он просто заложник. Он просто заложник террориста номера во всей вселенной. Дьявола. Заложник его, который не может ничего сделать, который подул его автоматой, и который обречен на гибель. И шансов вырваться ему из этого плена нет. Если бы не Господь. И Господец говорит, есть шанс. Познай истину. Будешь свободным. И он это сказал тем, кто шел за Иисусом. Друзья мои, и сегодня обращенные в слово христианам то же самое.